Новый аэропорт в Тобольске открыт. Воздушная гавань получила имя Семёна Ремезова, известного картографа, архитектора, писателя. Airbus A321 стал первым самолётом, приземлившимся в небесный причал. Регулярное же обслуживание рейсов начнётся 16 октября. Откуда прилететь в Сибирь можно будет, и куда улететь из столицы духовной нашего региона. Но главное, чем заманивать туристов, мы будем с вами. Об этом поговорим сегодня в эфире вечерний хэштег. Дмитрий Чашков, Дарья Власова, и мы начинаем. Пройти по ссылке. Город, где оказались декабристы, семья последнего императора стал ближе. Новый аэропорт Тобольска готов встречать гостей уже с середины октября. Сколько стоила воздушная гавань? А нужен ли берег Иртышский? Каковы ожидания от появления нового аэропорта в регионе, и насколько быстро они могут оправдаться? Прилечу к Тибея в Тундру. Как часто и из каких городов планируются регулярные рейсы в новый Тобольский аэропорт? Подробнее обо всем этом поговорим с гостями на студии Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области. Светлана Сидорова, директор Тюменского музея-напрестительского объединения. И Любовь Матиевская, президент Тюменского областного союза туриндустрии. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Владимирович, мы с вами. Давно не виделись. Да, это Дмитрий Дорог. Хороший, замечательный. Вот смотрите, понятно, что на открытие Тобольского аэропорта приехала внушительная прям делегация. Ростуризм, Росавиация, понятно, что все наши собрались, так скажем, дело это отметить. Как приезжие? Мы знаем, что нас любит Ростуризм. Мы прекрасно это понимаем. Мы понимаем, что нас любит Росавиация, у нас и чартеры в Тюмень летают, и Тобольск, и уже регулярные рейсы появляются. Но вот есть ли общие впечатления, как у нас гости Тюменской области оценивают все-таки наш туристический потенциал? Ну, вы знаете, уже мы к этому по-хорошему стали привыкать, что те люди, которые летят к нам, они имеют какой-то стереотипный ряд. И когда они летят, они думают о том, что это такой серый, какой-то угрюмый, далекий регион, там и Тюмень, и Тобольск. И когда они прилетают за короткое время в очень яркую солнечную погоду, нам по-хорошему фартит с погодой на наши главные мероприятия сентября. И их можно разделить на две группы. Те, которые были один день и улетели этим же самолетом обратно в Москву, и те, которые остались на два дня. И вот те, кто уезжал первый день, и можно посмотреть много интервью, говорят о том, что настолько они почувствовали атмосферу, самое главное, Сибири, людей, и увидели то, что заставляет их вернуться еще раз. Хорошая качественная инфраструктура, но Кремль, он просто не оставляет равнодушным никого. И самое главное, они чувствуют, что здесь уже давно сложилась такая туристическая инфраструктура, и с точки зрения экскурсоводов, с точки зрения туроператоров. То есть у них с ними проходили различные встречи, и они видят, самое главное, командную работу в регионе. И каждого это подкупает, и каждый, я хочу сказать, по-хорошему хочет стать частью этой команды. Это немножко так вот, ну, как бы в будущее, да? Но мы видим, как после каждого приезда мы получаем новых коллег, новых партнеров. И у нас впервые, помимо Ростуризма, приехала корпорация «Туризм.РФ». Это структура, которая создана специально для того, чтобы реализовывать крупные инфраструктурные проекты на территории России. Именно в части туризма. И вот сегодня с ними мы уже ведем переговоры, и отдельно будет еще одна встреча, где будем показывать комплексно уже все идеи по развитию туристического направления. Поэтому впечатления яркие. Люди хотят к нам вернуться. Ну, а те, кто поработал два дня, те вообще уже наши. Но мы, я думаю, что сегодня более подробно все озвученные тезисы обсудим. Обсудим, да. Вот Любовь, страсти все равно за неделю немножко улеглись. Первый рейс, как мы знаем, встречали водяной аркой. Вот у местной туриндустрии какие ощущения? То есть они в восторге? Или все-таки понимают, что теперь предстоит трудная, ответственная работа? Не пугает ли их это? Ну, конечно же, все в восторге. Потому что, наверное, все очень долго ждали. Мы к этому шли. И была огромная работа, действительно командная, проделанная. И Андрей Вадимович совершенно правильно говорит. Потому что и здесь есть моменты, которые хорошо отработаны. Есть то, где нам нужно еще развиваться. И это здорово. Потому что, в принципе, на сегодняшний день любой рынок очень быстро меняется. И, слава богу, отрасль, наверное, как никакая другая отрасль, очень быстро перестраивается. И очень быстро подхватывает все тренды. И чувствует клиента. И, наверное, очень важно то, что у нас нет вот этой вот истории. У нас все-таки мы с душой принимаем. Мы гостеприимны. И мы всегда принимаем, неважно, какой оператор, неважно, какой гид. Это всегда идет с душой. Потому что у нас люди, любящие свою землю, работают именно в торн-индустрии. Ислана Юрьевна, ну, Тобольс-то вам. Ну, мало сказать родной. Кремль, мало сказать родной. Ремезов, который, собственно, имеет отношение к Кремлю, тоже, мало сказать, родной. У вас какие впечатления от того, что произошло на прошлой неделе? Ну, впечатления безумно, конечно, такие положительные, профессиональные. Я бы сказала, такие впечатления постижения. Все-таки мы к этому шли давно. Это не только достижения, но уже мы постигаем. Сегодня же музей – это место смысла. Поэтому мы открываем, наверное, в первую очередь, все-таки для региона Тобольск. Потому что сегодня уже регион по-другому увидел Тобольск, его возможности, его историю. И, в конце концов, ощутил значимость Тобольска, а это значит значимость нашего региона. Поэтому, конечно, я благодарна всем и своим коллегам, и благодарна всем, кто с нами прошел эти дни. Но это же не за два дня случилось, к этому мы шли очень давно. Ну вот прямо сейчас давайте посмотрим, как все это было. О самых ярких моментах открытия нового Тобольского аэропорта подробнее в следующем сюжете. Первый рейс, первые пассажиры и первые эмоции. История Тобольского аэропорта начинается прямо сейчас. Легкие мандраши, приятное волнение у каждого, кто садится на борт. Здесь высокие гости, табаляки и московские туристы. 92 пассажира направляются из столицы страны в духовную столицу Сибири. Это волнительно, конечно, лететь первым рейсом, и так я чувствую немного себя первооткрывателями. Можно уже планировать с своей семьей просто на выходные взять и прилететь в Сибирь, посмотреть чудесный город Тобольска, которым я много слышал, но лечу туда первый раз. Я думаю, что это прекрасный город для того, чтобы и познакомиться с историей своей страны. Ремни безопасности пристегнуты, бортпроводники в боевой готовности номер один. Считанные минуты и начинается взлет. Чуть больше двух часов в небе и с высоты птичьего полета видны сибирские реки и озера. Окажется, что прилетело одно мгновение между взлетом и посадкой. Встречает первых пассажиров авиарейса торжественный водный салют. Два с половиной часа полета. И вот мы уже здесь, в новом и современном аэропорту Ремезов, построенном почти за два года. На территории застройки можно разместить 88 московских красных площадей. Лучшее здесь все. Взлетно-посадочная полоса длиной в 2400 и шириной 45 метров. Коэффициент ровности 5,1. При том, что в среднем по России три. А площадь аэровокзала 5,5 тысяч квадратных метров. В час здесь будут проходить 380 пассажиров. Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим здесь миллионного пассажира. Это будет очень хорошо. Это как раз будет соответствовать достижению целей, чтобы наши пассажиры летали, минуя Москву, летали из региональных городов для развития региональных маршрутов. Небольшое путешествие в историю гарантировано всем пассажирам, кто будет ожидать рейсов. Ведь оформление аэропорта посвящено сибирскому картографу и архитектору Семену Ремезову. Стены украшены его тремя уникальными атласами. В едином стиле лайтбоксы, мультимедийные тач-экраны и экспонаты. Даже имеется аудиогид. Добро пожаловать в Чудово Сибири. Андрей Вадимович, я вот честно не верил, что за два с половиной года можно построить аэропорт. Ну вот это странно. У нас реконструкция Тюменского аэропорта, мне кажется, даже в полной очереди длится значительно дольше. А тут за два с половиной года. Как это вообще стало возможно? Реконструкция всегда сложнее, это раз. А во-вторых, конечно, компания Сибур, она демонстрировала в рекордные сроки строительства второй очереди записить нефтехима. И это, когда ты смотришь на те масштабы, что они могут сделать за четыре года, мы уже как бы так привыкшие, что за два года аэропорт можно сделать. Хотя за этим стояла большая работа, и она именно работа, связанная и с точки зрения взаимодействия с правительством, со всеми смежными структурами федеральными. Поэтому, конечно, аэропорт получился очень красивый, такой прям конфетный. И тут компания Сибур опять продемонстрировала свой профессионализм на высшем уровне. Да, я просто как-то однажды меня в Тюмень не посадили, угнали в Челябинск. Значительно лучше смотрится аэропорт, чем в миллионном городе, я могу сказать. 19 миллиардов рублей. Сибур у нас раскрыл все-таки тайну, сколько это все стоит. Вложение возможно ли купить, насколько это быстро? Ну, это крупная очень сумма. И получится ли справиться все-таки без вложений государства? Ну, Дмитрий, тут опять на две части делим. Первое. Когда строятся такие крупные проекты инфраструктурные в регионе, нельзя мерить только окупаемостью аэропорта. Мы понимаем, что, а, это инвестиционная политика меняется. Мы понимаем, что мы становимся для многих инвесторов более доступны и более привлекательны. И мы видим уже, как начинается реакция от инвестиционного поля. Второе. Мы понимаем, что это дает развитие большому количеству отраслей. Ну, как, например, туризм, да. И поэтому здесь не надо считать только экономикой аэропорта, но и это тоже важно. И вот, когда было объявлено о том, что Сибур будет делать аэропорт, еще два года назад мы совместно с федеральными туроператорами, тогда приезжала Майла Мидзе как раз, АТОР, и как раз на площадке Сибура проходила конференция о том, как должен регион подойти к тому, чтобы аэропорт был загружен сразу. Потому что есть не совсем удачные кейсы в масштабах страны, когда вот проходили реинновацию, реконструкцию аэропорта. Поэтому, если посмотреть на то, как мы проработали эти два года и подготовились к открытию аэропорта, говоря о чартерах, говоря о партнерстве с Москвой, о тем, что мы работаем сегодня уже не только с федеральными туроператорами, которые работали на российском рынке, а мы говорим теперь о туроператорах, которые работают на международном рынке. И у нас со всеми с ними подписаны соглашения, и они уже начинают возить сюда туристов. Поэтому, наверное, важность окупаемости аэропорта, вот, она была поставлена губернатором еще два года назад о том, что мы как команда должны быть к этому готовы. Объем инвестиций впечатляет, мы инвестициям рады, поэтому наша задача теперь оправдать эти инвестиции. Ну, знаете, конечно, я думаю, большинство людей волнует, господи, сколько же туда будет стоить билеты, потому что вот многих удивляет, как формируется их стоимость. Вот я почитала, что большую роль в этом играют сборы за наземное обслуживание воздушных судов. Так соустанавливается комиссия аэропорта, насколько я понимаю. Если рейсов будет немного, то, соответственно, и обслуживание самолета получается дороже. Билеты тоже будут для людей стоить дороже. Предусмотрены ли какие-то субсидии, льготы, любовь, может быть, как-то вывод там... Какая цена адекватная для того, чтобы люди к нам полетели, как вы считаете? Ну, я не знаю, предусмотрены у нас субсидии или льготы, наверное, Андрей Вадимович здесь лучше прокомментирует эту историю. Про адекватность цены, наверное, если мы говорим о гостях, которые к нам привыкли билетать из Москвы, Санкт-Петербурга, из Центральной России, то в среднем вот билет Тюмень-Москва, Москва-Тюмень, он стоит от 7 до 10 тысяч рублей. И колеблется цена в зависимости от... Ну, бывает чуть выше, конечно, в обе стороны, туда-обратно. То есть в среднем где-то 10 тысяч рублей это нормальная цена. И сейчас, на самом деле, мы очень ждали открытия аэропорта в Тобольске, потому что гости как раз, они тоже ждут очень туристы, запрос большой. Потому что люди готовы прилетать в Тюмень, например, отдыхают здесь, зато они уезжают в Тобольск, и из Тобольска уже летят дальше. Либо они, наоборот, прилетают в Тобольск, вначале погружаемся в историю, потом едем в Тюмень непосредственно, и уже из Тюмени летят в Москву, в Питер. То есть это вот этот запрос непосредственно у тристов. И уже вот у меня туроператоры, с которыми мы сотрудничаем, они прям... Люба, все, мы ждем программу, потому что мы тоже ждали расписания. Мы, особенно Новый год, сейчас мы понимаем, что Новый год, я думаю, в прошлом году он был очень удачным. Я думаю, что и в этом году он будет еще великолепным. Дай бог нам гостиницы всем хватки номерных фондов, потому что в прошлом году были некоторые моменты. Но там еще сложились другие обстоятельства, сейчас вроде бы стало лучше. Поэтому вот я думаю, что если ценовая политика будет варьироваться там в одну сторону от 5 даже до 7 тысяч, это будет очень такая доступная и вкусная цена для туриста. То есть, в принципе, это приемлемо. Андрей Вадимович, льготы какие-то, субсидии обсуждаются? Ну, вообще у нас, как бы, это давно сложившаяся практика в регионе, что новые всегда направления мы поддерживаем и прокачиваем. Значит, как мы работаем в этом блоке? Вот один из примеров последних, когда мы перед пандемией, это с Казанью. То есть, мы выехали, была большая встреча, да, мы вылетали делегацией в Казань. Там была договоренность о том, что оба региона готовы вложиться в эту историю. То есть, есть часть федеральной субсидии, которая дается на новые рейсы, и мы с Казанью пополам поделили региональную часть. И таким образом, оба региона заинтересованы в раскачке этого продукта. И тогда начинают включать все механизмы, инструменты для того, чтобы люди летали, да. Мы начинаем работать как внутри правительства, чтобы выстраивались коммуникации. И движение началось так, и с бизнесом, который вот имеет такие связи. И вот по той же Казани я могу привести пример. Было три рейса, которые летели через Уфу, то есть непрямые. Мы поставили еще три прямых, и они все в итоге загрузились. Ты год это, грубо говоря, держишь, через год начинаешь субсидию снижать, потом вообще выключаешь, и таким рейсом, таким образом, рейс уже раскачался. Вот сейчас тоже заложены средства, которые позволят нам раскачивать эти мероприятия. Но здесь нам надо, опять же, понимать, исходя из чего мы эти города будем ставить. Либо оттуда тоже, мы понимаем, возможен турпоток. В Москве надо позвонить, в Петербург. В Москве, Питер, ну дозвонились в первую очередь. Попробовали, были знакомые, Беглов, Соберин, почему бы и нет. Ну, кстати, даже примеры наших коллег. Очень многие летали в этом году летом по Казани. Да. Абсолютно легко пользуются этим. Управление воздушной гавани Тобольска занимается УК аэропорта регионов. Контракт заключен на 5 лет. Управляющая компания занимается наземным обслуживанием самолетом, поддержанием технической готовности аэропорта, организацией пассажирских воздушных перевозок, а также привлечением авиакомпании. Подробнее об этом поговорим с директором по стратегическим коммуникациям, Евгением Красиковым. Он на связи с ТАС-студией. Евгений, здравствуйте. Аэропорт начнет принимать регулярные рейсы уже 16 октября. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Почему именно эти города? Появятся ли в ближайшее время еще какие-то новые направления? Во-первых, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск это крупнейшие российские города, которые способны сформировать туристический поток в Тобольск. Во-вторых, это также крупные авиационные хабы, которые дают возможность жителям Тобольска путешествовать, стыкуя рейсы через аэропорты этих городов. Например, вы можете полететь из Тобольска в Екатеринбург и там пересесть на рейсы в другие города, с которыми сегодня у Тобольска нет авиационного сообщения. Что касается перспектив развития авиационного сообщения непосредственно из Тобольска, они, безусловно, есть. И мы работаем над этим с тем, чтобы в следующем году появились рейсы, которые свяжут Тобольск с другими российскими городами. В первую очередь с южными курортными городами нашей страны. Но вот транспортные плюсы для жителей, конечно, очевидны. Но есть еще немаловажная деталь. Новый аэропорт – это создание новых рабочих мест. Сколько человек трудоустроен? Это все табаляки или привлекались работники из других городов и регионов? Появление в Тобольске аэропорта позволило создать новые рабочие места в городе. Всего 160 человек были набранные на работу в аэропорт. Подбор персонала начался еще весной этого года и проходил в течение весны и лета. Также все люди, которые принимались на работу в аэропорт, проходили специальное обучение и практику. Они прошли ее в других аэропортах нашего холдинга, в частности, в Самаре, в Екатеринбурге. И сегодня уже приступили к выполнению своих обязанностей непосредственно в Тобольске. Надо сказать, что 90% от этих 160 человек – это жители Тобольска, то есть люди, которые там живут и работают. И лишь порядка 10% людей – это люди, которые приехали, были приглашены нами. Сегодня они переехали в Тобольск и начали работать в аэропорту. Это специалисты достаточно уникальных редких профессий, которых просто не было на рынке труда в Тобольске, поскольку раньше в городе никогда не было и аэропорта. Спасибо. С нами на связи из Москвы был директор по стратегическим коммуникациям УК аэропорта регионов Евгений Красиков. Ну да, разумеется, открытие аэропорта в Тобольск стало одним из ключевых событий осени для российской туристической индустрии. Федеральные эксперты видят в этом проекте огромный потенциал. Какой? Об этом подробнее. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Это, конечно, колоссальный прорыв. Мы этого ждали, мы это обсуждали. Но с учетом пандемии никто не ждал, что все получится так быстро. И если говорить о туристических продуктах, о туристических программах, которые теперь, благодаря открытию аэропорта в Тобольске, получают дополнительные возможности, я абсолютно уверена, что это приведет к существенному увеличению потоков. Даже если без аэропорта, даже с учетом такого большого расстояния, которое туристы преодолевали из Тюмени в Тобольск и обратно только для того, чтобы попасть в этот город, сюда приезжали сотни человек. И Тюмень вошла в десятку самых продаваемых направлений по акции кэшбэк. То что уж говорить о динамике потока, который будет в регионе, после того, как здесь открылся аэропорт, и стали возможны очень интересные комбинации. Я могу только поздравить Тюмень с тем, что она сделала еще один гигантский шаг для закрепления своей позиции на туристической карте России. Андрей Вадимович, у вас по-прежнему в России много людей, которые Тюменская область не воспринимают все-таки как туристический регион. Вот запуск чартной программы в сентябре, открытие аэропорта Ремезов, возможность напрямую летать в Тобольск, как-то может повлиять и изменить эту ситуацию, на ваш взгляд? Здесь, конечно, то, что мы попали в чартерные возможности, и мы, скажем, вместе с Казанью, то есть в начале 7-го числа запустились у нас, в 14-го полетели в Казань. Это, опять же, такой посыл для всей отрасли. И первый опыт чартера, он всегда очень непростой, он сложный. Он сложный с точки зрения того, что ты должен понять, а достучался до своего потребителя, и кто вообще твой потребитель, покупают дешевые туры, средние или дорогие. Я вам хочу сказать, что и в дорогих турах мы увидели высокий отклик. Может, наш еще и потребитель, он такой, который уже искушенный, с точки зрения уже знает историю, уже понимает в регион, который летит. Есть и те, которые просто на хайпе, на термы, и есть те, которые прямо осознанно едут. Поэтому, получив этот большой опыт, мы сейчас с сообществом совместно проводим работу и с музеями, и с культурой, и с туроператорами. Смотрим, как из тех продуктов, и получив обратную связь от первых туристов, как те продукты нужно еще раз переукомплектовать. Поэтому, с точки зрения продвижения, мы, конечно, получили колоссальную поддержку от города Москвы. Мы несколько проектов привели в одно время, вот к одному, там, временному такому моменту, когда и продвижение, и чартеры, и это открытие аэропорта, и, конечно, все это в совокупности вот дожимает и дожимает туристическое сообщество Российской Федерации. Мы не устаем, когда нам пишут, что вы там опять сделали, вы куда вы, остановитесь, ну неужели опять Тюмень, опять Тобольск, ну то есть, в хорошем смысле, да, мы прокачали вот как раз... Слава идет еще в самом разгаре, да. Любовь, хотелось бы, знаете, что спросить? Ну, мы с коллегами общались перед эфиром, и как бы я, собственно, сам примерно при того же мнения придерживаюсь. Мы достаточно циничные люди, мы понимаем, что Тобольск, ну, 2-3 дня. Ну вот приезжая, я сам был несколько раз в Тобольске, да, последний раз мне, в принципе, дня хватило для того, чтобы посмотреть, это все дело вот осознать. Но если мы говорим о туристах, которые летят в Москву, мы думаем о каких-то долгосрочных как раз программах именно в том кластере, рядом, вокруг, близко, если люди, допустим, не поедут в течение нескольких часов до Тюмени? Ну, во-первых, туристы уже в Тобольске минимум 3 дня, им уже становится этого мало. Если мы начинали раньше Тобольск делать один день, они говорили мало. Мы сделали два дня, они говорят мало. Мы делаем три дня, они говорят нам еще бы денечек хотя бы погулять. Потому что как раз если мы возьмем Тюмень и Тобольск, Тобольск, он безграничен с точки зрения краеведения, истории. Там каждый камень, каждый дом – это история, при том, что она преподнесена в разных форматах, как для людей, углубленных, изучающих историю, так и для тех, кто любит просто визуально посмотреть, полюбоваться. Тюмень в этом плане, наверное, больше сейчас развита с точки зрения именно оздоровления, бальнеологии, спа, плюс дополнительно культурно, конечно, развлекательно. И мне кажется, что в Тюмени ты больше находишься, как раз отдыхаешь какой-то актив, плюс в Тобольске очень активно сейчас развивается направление активного отдыха. И мы же понимаем, что это квадроцикл, это охота, это зимняя рыбалка и летняя рыбалка в том числе. Поэтому здесь, наверное, для любого клиента возникает возможность. И людям же нужно еще давать… Представляете, три дня – это просто активная программа, практически нон-стоп. При том, что у нас очень классные продукты, коллаборация с музеем мы делаем под запрос, то есть мы проводим очень шикарные ужины делаем, и встречаем гостей, то есть погружаем, то есть очень здорово. И людям хочется же еще просто погулять, потому что вот, по крайней мере, я сама как турист, у меня многие туристы, они говорят, мы не хотим ездить, мы город узнаем ногами. Хочется пойти, прогуляться, проникнуться, посмотреть просто на жизнь людей, посмотреть, как город вообще живет, и уже сделать какую-то свою оценку. Потому что когда мы везем в Туре, все равно мы создаем, да? То есть мы погружаем. А потом турист уже еще гуляет сам и смотрит. У него тогда из этого уже складывается общий портрет, такой общий пазл, вообще представление о регионе, об области. Поэтому в Тобольске смело можно гулять и находиться пять дней. Светлана Юрьевна, вот расскажите про эти самые программы, вот чем реально мы можем удивить гостей, которые к нам приедут, вот эти избалованные люди из столиц? Вы знаете, я сейчас смотрю на заставки и вижу гостиный двор. Это один только наш комплекс, да? Вот, Андрей Вадимович, как раз мы сейчас с ним переглянулись. Мы как раз ощутили вот этот вот вариант востребованности, когда гости наши потребовали рано утром, то есть они вечером сказали о том, что мы не хотим завтракать, мы не увидели среды, мы рано утром хотим пойти по городу. Мы хотим понять, что это за гостиный двор, и из него выйти в город. Андрей Вадимович пошел рано утром с ними. Я занималась другой программой. Даже один гостиный двор сегодня – это музей музея. Сегодня в гостином дворе, помимо того, что там есть у нас охраняемые стоянки, у нас организована система питания, то есть у нас замечательная поварня, у нас там есть возможность пожить, то есть у нас там опочивальни, у нас есть музей сибирского предпринимательства, есть часовня. Но самое главное, что там две абсолютно востребованные, креативные работают программы, две зоны. Это крапивная мастерская, и это сегодня вот то, что будет востребовано буквально. Мы начинаем ее, что называется, предлагать и продавать с первого октября. Это наша резиденция сибирского воеводы. Мы сегодня уже говорим о том, что мы конкурентно способны, и если Великий Устюг придумал вот этот вот свой бренд, то сегодня наш действительно, мороз воевода дозором, проходит владение своей, и это так. И как раз в гостином в одном только дворе уже программа на полтора, на два дня с проживанием. Можно не выходить из гостиного двора. А если мы будем включать другие комплексы, если дом мастеров с нашими промыслами, ремеслами, с заявкой на какие-то семейные, то есть у нас сегодня уже есть традиция во всех креативных мастерских, когда и горожане, и наши туристы в несколько заходов участвуют в мастер-классах. Допустим, в гончарной мастерской они изготовили какое-то изделие, проходит какое-то время, они возвращаются, оно уже, значит, прошло муфельную печь, и начинается роспись, потом идет, значит, дополнительный обжиг и так далее. И все направления прикладного искусства, которые у нас есть в креативных наших мастерских, так же, как и в Тюмени. У нас сегодня Тюмень, востребованность в Словцовском музее, во всех усадьбах потрясающие именно наши мастер-классы. То есть сегодня людям не только нужна вот эта среда, нужна еще сопричастность, чтобы вот это вот на себе ощутить. У нас даже мастер-классы есть и в тюремном замке, не говорю уже о других наших объектах. Давайте сделаем небольшую паузу.